Всем привет, это обзор медиа на Сэмбери, я Семен Гирюков. Сегодня в специальном выпуске поговорю о рейтинговом шоу от телеканала НТВ «Шоу Маска». Начнем с фактов. Создатели шоу заверили, что во втором сезоне участвуют два народных артиста и два спортсмена. Насколько вы помните, спортсмен один и один народный артист уже покинули. Это «Черная пантера» Светлана Хоркина и банан Юрий Стоян. Но поговорим немножечко о скандалах, которые были, их четыре. Первый. В первом выпуске создатели шоу не раскрыли ни одного участника, что вызвало гнев и расторожение у зрителей. Как же так? Смотрели два с лишним часа и в итоге ничего. В сети появились фотографии, скриншоты из разных выпусков, как выглядел ананас. Менялся рост, вес и сразу начались догадки о том, что Иосиф Пригожин не был в маске. Хотя позже он заверил, что из-за болезни менялся в весе. Но скандал утих. НТВ комментировать это не станет. Очередной скандальчик. Пингвин Азиза после своего разоблачения отказалась петь песню на бис. Пингвин Азиза плакала, высказалась, что участие в шоу – это ее удилище. В комментариях официального сообщества шоу «Маска» ВКонтакте написал пользователь 1С о том, что Википедия слила имена участников второго сезона. Позже я проверил. И, к счастью или к сожалению, эта информация не подтвердилась. В Википедии указаны только имена тех, кто уже выбыл. Может быть, они уже успели удалить. Неизвестно. Но имена тех, кого якобы раскрыла Википедия, я называть и показывать неизвестно. Какого я вижу, что участвует в этой маске, да? Какой из? Значит, Заяц – это Тимур Батрундинов, Солнце – Максим, Единорог – Ирина Дубцова, Змея Юлия Паршута, Лама Эмин – это только имена тех, кого я догадываюсь, кто там, да? Например, Носорога у меня вообще нет никаких предположений, Орел тоже, Крокодил, Неваляшка. Тут у меня вообще никаких вариантов нет, кто может там быть. В сети ходят слухи о том, что 28 марта 2021 года маску снимет Солнце. Мне, конечно, не хотелось бы. Я все-таки надеюсь, что маску снимет Единорога. У шоу высокие рейтинги, так же, как и в первом сезоне. Может быть, сейчас чуть-чуть пониже, но все равно они лидируют по сравнению с другими программами. В этом сезоне интересные маски, удивительные качественные номера. Хочется лишь больше русскоязычных песен. Ну или включать иностранные песни, которые широко известны. Прямо сейчас перехожу уже к оценкам. Личная оценка от шоу-маска 9, сюжет 7, актеры-персонажи 7, режиссерская работа 9, операторская работа 8 и общий балл 40. Как мы с вами уже знаем, в шоу-маска второй сезон произошло разоблачение. Черные пантеры – это Светлана Хоркина, ананас – это Иосиф Пригожин, пингвин – это певица Азиза, банан – это Юрий Стоянов и розовая пантера – это Ольга Узова. Кто маску следующей снимет? Большой вопрос. Хочу напомнить, что это специальный выпуск и вообще эта программа предназначена для обзора кино и сериалов. Но в виде исключения я сделаю обзор на шоу-маска. Будем следить, кто же снимет маску в следующем выпуске, а кто станет победителем, а кто будет в четверке. А вот насчет четверки – мое предположение, что в финале будет неваляшка, змея, крокодил, лама. Финал выйдет на канале НТВ 2 мая 2021 по информации из Википедии. Это был обзор медиа на Сэмбире. С вами был Семен Бирюков. До встречи.